Салам асадарма, хурмит тетан дастар. Добрый день, уважаемые друзья. Я начинаю свой прямой эфир. Сегодня основная цель прямого эфира это рассказать о жилищной программе ДВК, которая была опубликована два дня назад. Но прежде чем обсудить эту программу, как я сегодня отправил информационное сообщение, хотел бы рассказать о тех событиях, которые происходят в Казахстане. Это в первую очередь связано с действиями председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, высший премьер-министра страны. Я хотел бы рассказать, что сейчас стоит ожидать и почему дельные события происходят в стране. Недавно был арестован известный бизнесмен Токмадий. И многим это было воспринято, что идет рейдерская операция, как обычно происходит, когда у бизнесменов люди из власти забирают их бизнес. На самом деле, событие носит более глубокий характер, и я хотел бы это объяснить. Дело в том, что после того, как 9 декабря 2016 года я был выпущен из французской тюрьмы по решению высшего суда Франции, которое вынесло решение о том, что я преследуюсь по политическим мотивам, что фактически меня преследует Казахстан, как политический оппонент Назарбаева, и Россия и Украина используются казахстанскими властями, манипулируются для того, чтобы преследовать политический оппонент Назарбаева. Это, конечно, было неожиданное решение для Назарбаева, и ряд лиц, которые были ответственны за мою будущую экстрадицию в Казахстан через Россию, имели определенные проблемы с Назарбаевым. И теперь, это в первую очередь касается главу спецслужб Карима Масимова. Им была разработана такая достаточно сложная операция, часть из нее, которая реализовалась. В чем суть операции? Операция заключается в следующем. Необходима дискретация Мухтара Облязова, потому что наша власть прекрасно понимает, что по выходу из тюрьмы я буду заниматься активной политической деятельностью, и в своем первом заявлении по выходу из тюрьмы я сказал, что я буду добиваться смены режима, смены режима именно следующим образом. Это будет во главе этого режима стоит Назарбаев, его ближайшее окружение. Я буду добиваться поддержки народа, и режим Назарбаева вместе с его узкой верхушкой будет отстранен от власти. Для того, чтобы эти планы мной не реализовались, была задумана программа дискредитации моей личной, но старые попытки все время повторять одни и те же слова, что он украл 4 миллиарда, потом 6, потом 7,5. Сейчас наши казахские суды вынесли вообще заочное решение судебное, в котором говорится, что 20 триллионов тенге это уже порядка 70 миллиардов долларов. Но это уже не работает, потому что об этом уже говорится 8 лет, и суммы растут в геометрической прогрессии. От 4 миллиардов теперь они выросли уже до 70 миллиардов долларов. Это фактически размер самого банка с системой страны. Поэтому спецслужбы решили скормить очередную сказку, но теперь уже более жестокую, сообщить, что оказывается, Облязов был заказчиком одного убийства. Вот, собственно, идея таким образом дискретировать меня в глазах граждан страны. Где-то через 10 дней после моего выхода из французской тюрьмы был арестован бывший председатель комитета национальной безопасности Нортай Дудбаев. Те же самые средства массовой информации, которые сейчас допускают как бы утечку, это КТК и Караван, они тогда написали, что якобы Нортай Дудбаев кому-то продавал государственные секреты. Но и при этом прямо говорили, что государственные секреты продавались Облязовым. Ну, во-первых, я не знаю, какие такие секреты у нас есть в стране, которые вообще кому-либо можно продать, потому что все известно, открыто, и кроме нефти, газа и чего-то мы производим, зерно, там продавать нечего. Это открытые статические данные. То есть у нас секретов государственных нет никаких, если вот так серьезно говорить. Кроме секретов, связанных с хищением семьи Назарбаева, куда они украли, куда они спрятали. Собственно, вот все, больше нечего у нас спрятать в нашей стране. Поэтому, когда задержали Нортая Дудбаева, пошла версия, что якобы он каким-то образом действовал во вред государства. Я уже понимал, что какие будут следующие действия. И из недр Комитета национальной безопасности я получил информацию, что следующее действие будут, это будет фактически попытка нарисовать новое уголовное дело. И вот, собственно, недавно произошло. Задержали Муратхана Нтакмади. Но обвинение ему предъявили, якобы, что он у кого-то отобрал бизнес. При этом, параллельно, Комитет национальной безопасности через телевидение КТК и газету «Караван» сливал так называемую эксклюзивную информацию, которая говорила, что вот, оказывается, Токмади участвовал там, организовывал организованную преступную группу, похищение, убийство. Не говорится, какие конкретно, в общем. В общем, теперь я хотел бы в этой связи объяснить, что нам следует ожидать. Но перед этим я хочу изложить детали, которые достаточно большому кругу бизнесменов известны, но широкому кругу населения не очень. Так вот, в декабре 2004 года на охоте погиб мой бывший партнер по бизнесу, это был мой младший партнер, Ержан Тач. Он часто ходил на охоту, и его партнером был, насколько я знаю, Токмади. Я его никогда лично не видел, не знаю, не знаком. Но, конечно, когда вот эта трагедия произошла, смерть Ержана Тач на охоте, я узнал от родственников Ержан Тач на охоте какие-то подробности. Ну, во-первых, что Токмади со своей семьей часто общался с семьей Ержана Тачева. Второе, Токмади получил кредиты на свой первый проект стекольный завод именно в банке БТА-банке. И, собственно, это событие произошло трагическое, по-моему, в субботу или воскресенье, и в машине присутствовал, собственно, сам Ержан Тачмади и охранник на переднем сидении. То есть в машине было три человека. Сейчас сбрасывается усилиями разных людей, что, оказывается, было в машине два человека, что неправда, это можно поднять материалы дела или печать поднять того периода. Я это специально узнавал. И пытается сказать, что вот произошел следующий сговор. Якобы Нартай Дудьбаев помогал Токмади, и Токмади по его порчению произвел вот такое убийство. Вся эта версия выплывает через 14 лет после того, как все эти события произошли. Точнее говоря, через 13 лет, да. Через 13 лет. И она появляется, эта версия, только тогда, когда нужно было вытащить эту историю против политического оппонента Назарбаева. Есть решение суда о том, что это произошел случайный выстрел. Родственники Ержана Тачева, это два его брата, недостаточно успешные в бизнесе. Один из них, младший брат Ержана, находится в списке форса, считается одним из богатейших людей, из страны. Ну и представьте себе, если бы у них были сомнения, что их старшего брата убили не по осторожности на охоте, а именно как специальной операции, то никакие деньги ему не помогли бы, никакая бы власть его не защитила. Вы понимаете, что в этом смысле реакция родственников была бы очень жесткая. Поэтому 13 лет у Тачмади не было никаких проблем, а тут вдруг все пошло. Но я об этом, что у него будут проблемы, знал, мне где-то несколько месяцев за сообщили, что спецслужба разрабатывает эту операцию. Операция выглядит следующим образом. Якобы Нортай Дудбай дал указание Тачмади, Тачмади выпил этот заказ, и Облязов якобы получил контроль над своим банком. Ну, во-первых, банк, он был мой, мне не нужно было над ним получать контроль. И я сразу скажу, что с Тачмади я постоянно контактировал до этого трагического события два года подряд, пока я находился в Москве, и у меня с ним никаких проблем не было. Поэтому эта версия не работает, не сработает. Главная его цель, во-первых, дискретировать политического оппонента, второе, Карим Асимов разрабатывает следующую операцию. В эту программу борьбы с политическим оппонентом попадает человек, который находится около Назарбаева. Это Утимуратов, бывший управляющий делами, считается якобы самый богатый человек Назарбаева. На самом деле, опять-таки это общеизвестный факт, он является номиналом Назарбаева, который в пользу Назарбаева держит собственность. И сейчас Назарбаев обеспокоен тем, что когда он отойдет к виной мир, его собственность может быть не переписана. Ну, то же самое у Тимуратов в числе в журнале Forbes, как у миллиардер. А завтра вдруг, когда эти события неожиданно произойдут, у Тимуратов скажет, слушайте, я всегда был миллиардером, вы вообще при чем? Вся собственность, вот она, юридически нам не опорна. Поэтому Карим Васимов хочет эти тревоги и страхи Назарбаева использовать и фактически устранить окружение Назарбаева, стать единоличным контролером пространства вокруг Назарбаева. Ну, недавно, вы знаете, произошла ситуация, что один такой номинальный подставной собственник, Кенис Ракшев, был фактически выдавлен от владения Каскомерсбанком. Он просто номинал, это не его собственность. Ну, его просто поставили, сказали, что ты будешь его контролировать. Его тесть, Имаголитас Магометов, который, ну, помогал Кенис Ракшеву, он фактически сейчас отправлен послом в Москву и удален от политического пространства групп Назарбаева, как один из предполагаемых конкурентов. У Тимратов он присутствует в другой группе, где руководитель администрации президента есть, Жак Сибеков, и они вместе в тандеме. Поэтому эта операция по устранению политического конкурента сопровождается, во-первых, попыткой дискредитации, второе, при этом идея зачистить окружение Назарбаева устранить у Тимуратова, пользуясь тем, что Назарбаев сейчас обеспокоен, что его собственность висит в воздухе на форме на посланных людям. Как вы знаете, Казкоммерсбанк забран фактически в собственность сейчас халыбанка, который контролирует Тимур Кулебаев. Тимур и Кулебаев, они близкие друзья с Каримом Асимовым. То есть фактически идет попытка зачистить пространство вокруг Назарбаева, чтобы это пространство контролировал только Карим Асимов. И к чему это приведет? То есть, когда наступит неожиданная ситуация, фактически Карим Асимов будет контролировать все финансовые потоки, все политические силы вокруг Назарбаева. И все эти конкуренты он постарается за это время ликвидировать, используя разные приемы. И сейчас ситуация так сложилась. арестован Нардая Дудбаев. Мой друг Мухтар Аджакшев, бывший глава Каза Тампрома, из Алматы переброшен в Астану. От него пытались получить показания против меня, против Нардая Дудбаева. И так, чтобы он дал показания в том числе и на Утюмратова, что якобы Утюмратов делает бизнес со мной, имеет какие-то связи. И под этим предлогом фактически, чтобы Утюмратов был тоже задержан, устранен и у него был конфискован его бизнес. Сейчас Джакшев, видимо, не удовлетворил их, не дал тех показаний, которые им нужны. Он размещен в Карагандинскую тюрьму, Долинка так называемая. У него было два кризиса, у него проблемы с давлением. Никто ему эту медицинскую помощь не оказывает. В общем, у него сейчас очень тяжелое состояние. То есть, таким образом оказывается давление. И цель Карима Масимова добиться теперь от Акмади признания вот для того, чтобы реализовать эту конструкцию. Мне, конечно, трудно представить, чтобы кто-то мог такие версии поддержать, чтобы себя самого уничтожил. Тем более, я, насколько слышал, это человек-самецмен, бизнесмен, ну, наверное, не слабый человек, насколько я знаю, мне передавали. Поэтому мне в это трудно поверить, но, в принципе, это им не нужно. Они проведут закрытый суд, навесит всякие обвинения, как это бывает, а потом пресса начнет в лице КТК и каравана рассказывать о каких-то страшных убийствах. Поэтому я сразу хочу проинформировать, что это просто очень, скажем, неумелая попытка нарисовать какие-то отсутствуют, факты, которые, в принципе, никогда их не было. самая главная цель таким образом Карим Масимов устранить конкурентов, хочет прийти к власти. Вот это главный посыл. Я в следующих репортажах уже буду, наверное, детально рассказывать, как он это делает, какие ресурсы использует, но сейчас цель сегодняшней, сегодняшний прямой эфир немножко другая, поэтому я вот только, скажем, достаточно коротко излагаю о Кариме Масимове. Вторая часть сегодняшнего прямого эфира это по я хотел бы рассказать о программе, жилищной программе ДВК. Дело в том, что у нас в Казахстане проблема жилья стоит черчайно острая. Я хотел бы просто привести такие факты, которые есть, они известны в мире. Например, в Соединенных Штатах Америки на одного человека приходится 75 квадратных метров жилья, в Англии приходится 62 квадратных метра жилья, в Казахстане на начало 2014 года приходится на одного человека в среднем по всей стране 21 квадратных метр считается. На самом деле нормативы о не менее 30 квадратных метров и видно, что вы достигнуть уровня США и Англии нам еще что называется строить и строить. А в стране вот по итогам 2016 года было сдано 10,5 миллионов квадратных метров и на самом деле для того, чтобы добиться перелома, именно чтобы это отставание не было, в стране нужно строить не менее 20 квадратных 20 миллионов квадратных метров жилья. В этой связи мы разработали программу, которая, на наш взгляд, кардинально может изменить ситуацию на рынке жилья и обеспечить нашим гражданам страны жильем. Как мы ее хотим реализовать? Я сейчас несколько слов скажу собственно о программе, а в конце наверное я изложу, как мы должны эту программу реализовать. на своем прошлом прямом эфире я говорил, что мы разрабатываем различные программы, экономические программы и мы как первый шаг начали озвучивать программу социально-экономических рекордов. Все эти наши действия они связаны, то есть то, что я делаю сейчас озвучку программу жилищной программы она связана с предыдущей программой, поэтому вы должны смотреть на ситуацию в комплексе. Итак, что мы говорим? Мы говорим, что если демократический выбор Казахстана будет поддержан народом, если демократический выбор Казахстана придет к власти, мы берем на себя обязательство в течение четырех лет построить 20 миллионов квадратных метров жилья. Почему 20 миллионов? Почему четыре года? Дело в том, что в мире нигде не существует никаких программ, как в Казахстане 20-30, 20-50, 20-100 и так далее. Обычно новое правительство в лице различных партий претендентов на власть они выходят со своими программами на период четыре года. То есть они обещают своими избирателями выполнить тельные программы и говорят, что в течение четырех лет мы сделаем следующие действия. Они не говорят, мы сделаем 2030 или 2050 году. Никто им такого срока не дает. Срок четыре года максимум. Поэтому мы, собственно, исходя из этого подхода тоже взяли четырехлетний период. И мы эти расчеты сделали. Мы видим, что это реальность. можно сделать. Вот представьте себе, что в Казахстане сдается 10,5 миллионов квадратных жилья. И в основном наши граждане должны знать, как распределяются эти объемы. Из почти 5 миллионов квадратных метров жилья, которые строятся именно как квартиры, а именно не как дома, распределяются следующим образом. Астана за 2016 год сдала 2,2 миллиона квадратных метров. Алмата 1,8. Алматинская область 1,2. То есть, фактически, три региона Алмата, Алматинская область и Астана это основные объемы сдачи жилья. Фактически, по всему Казахстану темпы очень низкие. И из более чем 5 миллионов квадратных метров жилья это индивидуальное жилье, тоже основное приходится Алматинская область 1,2 миллиона, Алмата 843. То есть, фактически, Алмата, Астана, Алматинская область это половина индивидуального жилищного строительства. Как видите, у нас вообще полные пропорции. Развивается Алмата, Алматинская область и Астана. Поэтому, наша программа предполагает следующее действие. Мы хотим каждый год организовать строительство жилья именно многоквартирно не менее 5 миллионов квадратных метров в год. И за 4 года соответственно построить 20 миллионов квадратных метров жилья. При этом этим жильем будет обеспечен 1 миллион человек. 1 миллион человек. Теперь вопрос стоит, кто и как может получить доступ к этому жилью. Фактически каждый год будет сдаваться 250 тысяч жилье на 250 тысяч человек. Мы полагаем строить жилье эконом-класса, когда норматив считается следующим образом. На одного человека 20 квадратных метров. То есть, все те, кто предоставит данные о том, что у них квадратный метр на одного человека менее 20, квадратный метр, например, 18, то есть они могут претендовать на то, что могут войти в эту программу жилья. Мы полагаем, что если мы организуем темпы строиться 5 миллионов квадратных метров жилья в год, то необходимо из бюджета страны выделять где-то порядка 3 миллиардов долларов на реализацию этой программы. И жилье, которое будет строиться, будет стоить с полной отделкой. Не под чистовую, как часто у нас строители сдают, а именно полная отделка. Это под ключ. Когда в квартире есть все условия для того, чтобы уже на следующий день жить. То есть все коммуникации, кухня, сантехника, отделка, плативные шкафы, все это будет уже готовое. И максимальная цена будет 600 долларов за квадратный метр. Но это я называю сейчас в долларах. Эта программа будет только в тенге. Никаких курсовых колебаний будет. Выдача жилья будет оформлена в виде кредита и оформлена в виде тенгового эквивалента. Доллары это я условно говорю. Почему я называю доллары? Для того, чтобы нынешние строители не поставили под сомнение, документируют, что такое жилье невозможно построить. То есть жилье под ключ в 600 долларов абсолютно любой вам строитель скажет, что он в состоянии будет построить жилье, если инфраструктура будет подведена государством, если земля будет предоставлена государством, то и эти 600 долларов строительная компания легко укладывается и еще зарабатывает прибыль. И хочу отметить, что это максимальная цифра. В реальности в регионах конечно цифра будет меньше. Сейчас я получил записку, когда мне пишут, говорят, что это очень дорого, потому что у нас в тех или регионах есть программа 130 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Это порядка 400 долларов за квадратный метр. Но это по чистовую отделку. Это еще нужно столько же денег потратить, чтобы его довести под ключ. Поэтому мы такую программу предложили с полной отделкой. Что в этом случае предполагается? Кто будет иметь доступ и на каких условиях? Во-первых, ставка будет 5% годовых тенге. Доступ будет иметь молодые люди в возрасте по нашей программе до 25 лет. Но сейчас к нам идут обращения, чтобы мы программу скорректировали, сделали до 30 лет. Мы эти замечания, которые получили, мы все внесем в качестве корректива программы. Это молодые семьи и семьи, имеющие одного или более ребенка, при этом уже ограничений на возраст нет никакого. Эти земли будут выделяться по строительству жилья во всех областных центрах, во всех городах и в различных районах страны. Они не будут предназначены для того, чтобы основной объем построить в Алмате и Астане. Это будет перераспределено по всей стране, там, где есть спрос. Далее. Каким образом будет происходить собственно самореализация? В этом проекте будут участвовать банки выступающие агентами правительства. Банки будут оформлять кредиты по ставке 5% годовых тенге, 3% годовых останется у банков как вознаграждение, 2% забирает правительство. Очень многие задают вопрос, почему в этом опять участвуют посредники, банки и предлагают, чтобы эту программу выполняли некие государственные специализированные компании. На самом деле в этом нет необходимости, потому что банки специально имеют подразделения, которые умеют оформлять кредиты. у них есть специалисты, которые могут оценить состояние заемщика, они сопровождают этот проект. Если мы даже такую государственную компанию создадим, это нужно опять набирать людей, покупать технику, помещение, то есть уже делать то, что другие умеют очень хорошо. То есть максимальная годовая ставка будет 5% годовых. Сейчас так называемая программа Нурлжет, ставка 10 годовых, разницу свыше 10% компенсирует государственная ипотечная компания, нужно внести 30% первоначальный взнос, это скажем так, по нашему мнению, это очень непосильная задача для многих семей. Поэтому мы оценили и пришли к мнению, что 5% первоначальный взнос это достаточный. Таким образом ставка будет 5 годовых и первоначальный взнос 5% и срок кредита 20 лет, который будет разбит равными плачежами на каждый год. Теперь вторая часть это арендное жилье. Арендное жилье это мы привлекаем, то есть мы полагаем, что существует семьи, у которых нет такой возможности сразу внести сумму 5%, но который в состоянии просто обслуживать арендную сумму, которая засчитывается собственно стоимость выплаты квартиры. В этом случае мы полагаем, что это могут быть молодые семьи или семьи и одинокие матери или отцы. В этом случае нет ограничений по возрасту. ко мне пришли вопросы, где говорилось, что нам 40 лет или более, мы давно стоим в очередь, не можем получить возможность участвовать в тех или программах. Наша программа не предполагает никаких ограничений по возрасту. Те семьи, у которых есть дети один и более, здесь ограничений по возрасту нет. Ну и собственно нами расписан механизм, мы предполагаем, чтобы это не было возможности коррупции. Люди могут автоматически регистрироваться. Мы создадим специальный сайт, портал, который будет предполагать автоматическую регистрацию участников этой программы. Я хочу отметить теперь ряд вопросов, которые задавались по этой программе, по программе жилищной программе ДВК. Первый вопрос. Задает вопрос, а как быть с тем, если будут желающие приобрести другое жилье за эти же деньги? Да, мы предполагаем, что если граждане приходят в банк, они могут взять на вторичном рынке жилье, которое попадает под эти требования, а именно, когда стоимость квартиры будет не более 600 долларов за квадратный метр, и когда заемщик будет в состоянии внести первоначальную плату 5% от суммы кредита. Поэтому эта сумма распределяется не только на строительные проекты, но и на вторичный рынок. Это уже сам вопрос покупателя и банка, который разрешает провести такую операцию. теперь значит следующее, задают мне вопросы, а что же быть, как быть с индивидуальным строительством, коттеджные дома и там все прочее. Я хотел проинформировать, что по этим вопросам будет предложена отдельная программа, программа именно связанная с распределением 10 соток, по которому есть специальный закон, со стороны правительства, который обязался каждому граждану Казахстану выделить 10 соток земли. Мы в этой связи предложим отдельную программу и программа будет выглядеть следующим образом, что в год Казахстан должен строить минимум 20 миллионов квадратных метров жилья. Только при таком объеме производства, строительства наша страна в состоянии преодолеть жилищный кризис. То есть фактически нам нужно в два раза увеличить объем. На самом деле это очень несложная задача. Но представьте себе, что 5 миллионов квадратных метров это приблизительно Алмата и Астана. То есть нам достаточно выделить ресурсы по всей стране и тогда дополнительные 5 миллионов квадратных метров легко будет построены в течение одного года. Каждый год мы можем легко сдавать по 5 миллионов квадратных метров. Плюс будет еще программа развития жилищного строительства и абсолютно посильная задача. Вместо того, чтобы строить разные проекты типа Экспо, Универсиада Азиата и другие проекты мы сумеем организовать темп строительства 20 миллионов квадратных метров в год. Я хотел бы сказать следующее. Все эти наши проекты и предложения реальны и посильны. Многие, наверное, будут задавать вопрос а где взять 3 миллиарда долларов? Меня, я надеюсь, слушают экономисты и они могут выступить моими квалифицированными оппонентами. Если мы каждый год будем вкладывать экономику в страны 3 миллиарда долларов, а деньги есть, о них отдельно скажем, то это фактически будут новые рабочие места по всей стране. Новые рабочие места это будет приводить к тому, что будут поступать большие налоговые платежи в бюджет страны. То есть фактически это стимулирование всей экономики страны и поступление доходов. То есть эта программа даст серьезный стимул развития экономики. Теперь очень важный момент. Как я в начале своего выступления сказал, мы все должны понимать, что эта программа жилищная не сама по себе идет отдельно. Надо ее смотреть в связке предыдущих на нашем выступлении. А именно, некоторые граждане проводили свои расчеты. Они говорят, что первоначальная сумма 5% это много, вот наши доходы текущие такие-то, нам это будет сложно. Это не так. Почему? Потому что мы когда в прошлую программу заявляли, мы говорили, что мы берем на себя обязательства, когда минимальная заработная плата будет уже буквально на следующий год, после того, как мы как демократический выбор Казахстана сформируем нового правительства, кардинально меняется в целом в экономике ситуации. А именно, сейчас в Казахстане например, размер минимальной заработной платы составляет 24 тысячи 359 тенге. Мы в своей программе заявили, что буквально сразу мы установим минимальную заработную плату 70 тысяч тенге. Это частные компании, это государственные учреждения просто не имеют права платить менее, чем 70 тысяч тенге. Минимальная, но реально это будет рыночная выше. Теперь в течение 4 лет мы полагаем, что это будет увеличено до 140 тысяч тенге. Это будет минимальная заработная плата. теперь вернемся к социальным другим вопросам. Сейчас пенсионеры получают, вот будут с 1 июля получать чуть больше 60 тысяч тенге. Наша программа предполагает, что пенсионеры будут получать минимум доплату со стороны государства 300 евро, это порядка 100, ну, больше 100 тысяч тенге, не как сейчас, там, 60, то есть, практически в два раза будет больше. будет резко увеличена заработная плата врачам, учителям, то есть, наша задача довести уровень заработной платы в несколько раз выше, это фактически будет делано сразу. Поэтому, когда вы говорите о этой программе, о жилье, вы должны понимать, что у вас заработная плата будет как минимум в два раза больше относительно того, что сейчас у вас есть, потому что минимальная заработная плата 24 тысяч тенге, сейчас минимальная, мы будем устанавливать минимум 70 тысяч тенге, поэтому это минимум в два раза больше, исходя из этого вы можете считать экономику, справитесь вы с этим или нет. Что еще я хотел бы отметить? Я хотел бы отметить следующий факт. После того, как был организован демократический выбор Казахстана, прошло всего два месяца, и где-то месяц назад мы вышли со своим первым проектом программы. Обратите внимание, с 1 июля Назарбаев объявил, что повышается пенсия приблизительно на 20% относительно прошлого года. С 1 января следующего года на 20% увеличивается пособие для детей. И все это сделано после того, как демократический выбор Казахстана заявил о своей социальной программе. Обратите внимание, что когда недавно произошли события в ряде регионов страны, когда произошло затопление, мы сделали простое предложение, что должна построена система водохраничений по всей стране. И буквально через несколько недель правительство принимает постановление правительства выделение свыше 70 миллиардов тенге и строительство 22 водохранилищ. О чем все это вообще говорит? Как только появилась политическая позиция, как только мы начали формулировать свои программы и как их решать, эта власть начала 5 лет назад и выполнять фактически то, что должна делать. Она должна выполнять вопрос социального устройства страны. Все то, что сейчас нынешнее правительство делает, не соответствует нашим возможностям, возможностям нашей страны. Возможности страны значительно выше. Я неделю назад рассказал о том, как Назарбаев было похищено из Национального фонда страны 4 миллиарда долларов США. Вы можете посмотреть видеоролик, очень подробно все рассказывано. До этого я рассказывал и показал, как в короткое время были у страны украден 30 миллиард долларов. Все эти деньги, да, они украдены, кто-то говорит, но их уже невозможно возвратить. Как их возвращать, это отдельная тема. Речь идет о том, что эти деньги есть в стране, они есть сейчас, и мы должны правильно распределять, и у нас будет совершенно другая экономика, это совсем посильная задача. В этой связи я хотел бы обратиться к нашим гражданам и сказать следующее. Сейчас у нас официально зарегистрированных членов ДВК около 10 тысяч человек. Это мы достигли где-то за один месяц. Как только нас станет 100 тысяч, мы будем являться серьезной политической силой. И эта власть будет не просто слушать, она будет к нам прислушиваться и будет выполнять то, что мы требуем. Когда нас будет миллион, вы увидите изменится кардинально вся ситуация в стране. Многие наши граждане говорят, когда же вы достигнете успеха. Мы достигнем тогда, когда вы будете активными. Мы достигнем успеха тогда, когда нас будет не меньше миллиона. Я обращаюсь к вам и говорю о следующем. К сожалению, мы можем предложить вступление в демократическую выбор Казахстана дистанционную. Специальная платформа Телеграм, Фейсбук нами разработана и предложена для того, чтобы мы могли вступить в демократический выбор Казахстана. Еще раз хочу сказать, да, может быть, есть технические проблемы. Кто-то не знает, как это сделать. Мы выпустили видеоролики, которые объясняют каждый шаг, как нужно вступить в демократический выбор Казахстана. Согласитесь с тем, что прийти к знакомому, соседу, детям, попросить, объяснить им, как это сделать, как вступить в ДВК, во много раз проще и безопаснее, чем выходить публично на митинги, требовать стоять около резиденции Назарбаева, там у вас полиция потащит в участок, у вас будут какие-то проблемы. Вам проще вступить в демократический выбор Казахстана и вы увидите, мы сумеем решить все ключевые проблемы страны. Поэтому я обращаюсь еще раз к гражданам страны. Вступайте в РИДДВК и вы увидите, как очень быстро все поменяется. РИДДВК 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 Продолжение следует...